Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире ЕТВ, а это значит, вы смотрите программу о людях и делах компании «Газпром Добыча Ямбург». В студии работают Константин Портных и Юлиана Драга. Сегодня в выпуске смотрите. Экологично и экономично. Как в компании выполняется государственная программа? Соблюдайте ПДН, а деловой этики в компании и не только. С удовольствием и бескорыстно. Об альтруизме наших работников. А начнем мы выпуск с темы экологии. В России набирает ход реализация государственной программы по переводу автотранспорта на газомоторное топливо и по развитию этой инфраструктуры. В ПАО «Газпром» эта работа ведется с 2015 года. Например, на сегодняшний день в компании «Газпром Добыча Ямбург» уже около 300 единиц техники работают на этом экологически чистом горючем. Как и где заправляются машины газом, выяснил Юрий Григо. В прошлом году в общество «Газпром Добыча Ямбург» поступило почти 300 новых автомобилей, для которых в качестве топлива используется природный газ. Естественно, предусмотрено и специальное оборудование для заправки этой техники. Фронт работы для нее обширный, техника самая разная. По состоянию на 2016 год поступило 287 единиц газомоторной техники. За 2017 год планируется к приобретению еще 80 единиц газомоторной техники. Это имеется в виду полностью подвижной состав. То есть это и легковые УАЗы «Патриоты», это и «Газели», автобусы «Нефас» и так далее. То есть вплоть до автобусов «Волжанин» у нас сейчас новая техника поступает. У нас приходят 5 новых единиц и века фургоны. То есть эта техника чисто работающая на газомоторном топливе. Передвижная автомобильная газозаправочная станция работает в Ямбурге около года. Комплекс состоит из двух блоков, смонтированных на базе автомобильных прицепов. Модули были спроектированы и изготовлены конструкторской фирмой из Санкт-Петербурга. Это полностью отечественная разработка, во многом уникальна. При необходимости каждый блок может работать автономно в любой точке месторождения. Два ПАГЗа имеют мощность 75 кВт приводного двигателя и позволяют себе аккумулировать 8 880 литров газа в литрах или 2400 кубов газа. Особенность ПАГЗов для данного месторождения и для данной эксплуатации – это в том, что внутри этого блока модуля находятся все технологические узлы. Здесь есть и учет газа поступившего, и компрессия газа, и осушение газа, и блок аккумуляторов с хранением газа. Точно так же на шасси ПАГЗа располагается отсек автоматики, с которого можно производить полностью управление. Благодаря внутренним аккумуляторам, емкостью 2400 кубических метров газа, каждый модуль способен заправить до 200 автомобилей, даже без подключения к внешнему источнику. Как правило, один блок за смену заправляет до 80 машин. Легковой транспорт заправляется от 4 до 7 минут. Это «Газель» и «Уайзус». Грузовой транспорт заправляется от 10 до 15 минут. Заправка зависит от двух факторов. От наполненности баллонов в автомобиле и от давления в блоке аккумулятора газов. Использование природного газа в качестве автомобильного топлива там, где этот газ добывается, это очень выгодно экономически. Кроме того, применение этого вида топлива положительно сказывается на увеличении ресурса двигателя. И есть еще один важный аспект – экологичность систем. Газовый транспорт достаточно экологичен. Есть несколько факторов, влияющих на это. В том числе, как и безопасность. То есть, он достаточно летуч. И в случае непредвиденных ситуаций, то есть ДТП, газ быстро улетучивается. Это первый фактор. Второй фактор следующий. Газ достаточно чист. И он не обладает большими выхлопами. То есть, это не ведет к ухудшению коэффициента полезного действия двигателя. То есть, не оставляет нагаров, таких как дизельное топливо, даже таких как бензиновое топливо в целом. Юрий Григо, Кирилл Мамонов, Ямбурское месторождение. Чтобы радость завтрашнего дня сумел-то ощутить, Должна быть чистая земля и небо чистым быть. Спасти и тундру, и тайгу, и кладь ямальских рек. Всю землю можешь только ты, разумный человек. Сохраним природу для наших детей. Газпром Добыча Ямбург. Чистая энергия. К другой теме. В 2005 году в Газпром Добыча Ямбург были разработаны и утверждены правила деловой этики руководителей, специалистов и служащих дочернего общества. Этот документ выстраивает профессиональное взаимодействие работников компании, определяет внешний вид сотрудников, описывает нормы делового общения. Спустя 12 лет он претерпел некоторые изменения. Подробнее расскажет Виктор Курмачев. ПДЭ – это правила деловой этики. Документ с таким названием размещен на внутреннем портале общества «Газпром Добыча Ямбург» в разделе документы УКСР. Управление кадров и социального развития вместе с Советом молодых ученых и специалистов доработали свод правил трудового взаимодействия работников общества. Изложили словами те вещи, которые многие понимают на интуитивном уровне и которые привиты еще в семьях. Но при этом деловой этикет, этикет взаимоотношений вне работы немножко отличается. В новом положении дополнен раздел требований к внешнему виду, упразднен отдел служебная переписка, упрощен общий текст документа. Генерацией идей занимался актив Совета молодежи. На самом деле было много очень разнообразных предложений, и что касается телефонных переговоров, и использования личных мобильных телефонов, и что касается взаимодействия руководителей и подчиненных, то есть вот как общаться, как давать поручения, как принимать, как относиться к критике. Правилам делового общения по телефону посвящен довольно большой раздел. По статистике 30% потерь рабочего времени происходит из-за неумения лаконично и грамотно изложить свои мысли. Если вызов поступил на телефон сотрудника, желательно снять трубку после первого звонка. Вот так. Юлия Надрага, редакция телевидения. Здравствуйте. А если звонят вашему коллеге, который отсутствует, действовать нужно следующим образом. Что ему передать? Угу, пишу. Ну, он как придет, тогда вам перезвонит. До свидания, спасибо. Раздел требования к внешнему виду сотрудников пополнился новыми правилами. Теперь, если ты трудишься по пятидневке, вполне допустимо прийти в пятницу на работу не в строгом костюме, а как-нибудь так. Или так. Но ни в коем случае не так. Наш внешний вид не должен вызывать какое-то недоумение, может быть, смущение коллег, да, какие-то неудобства коллегам приносить. Мы все-таки на работе. Естественно, одежда более свободного стиля, она в пятницу теперь разрешена официально. Анна Дуинова, начальник отдела подготовки кадров, рассказывает. При трудоустройстве или кадровом переводе каждый сотрудник будет ознакомлен с ПДЭ. В перспективе возможна практика проведения тестирования для проверки знаний. Председатель комиссии по корпоративной этике, начальник управления кадров и социального развития Борис Перковец. СОП-председатель Валерий Нагога, лидер первичной профсоюзной организации «Газпромдобыча Ямбург». В настоящее время была организована рассылка документа посредством внутренней системы документа оборота руководителям всех структурных подразделений, чтобы каждый руководитель ознакомил своих работников с положением. С положением ознакомились Виктор Курмачев, Дмитрий Шолохов, Алексей Переведенцев, Новый Уренгой. Продолжаем выпуск. Что такое общественная деятельность? В первую очередь, это та работа, за которую не платить денег. Она выходит за рамки должностных обязанностей, а подчас никак и не относится ни к вашей профессии, ни к занимаемой должности. И казалось бы, общественная деятельность не должна вызывать желание ею заниматься. И тем не менее, в компании работают люди, кому альтруизм доставляет массу удовольствия. И свое свободное время они посвящают этому. Продолжение темы в сюжете. Субботники, пожалуй, самый массовый, наглядный и хорошо организованный акт деятельности на благо общества и окружающей среды. Ежегодно для уборки прилегающей территории выходят сотни, если не тысячи работников «Газпромдобыча Ямбург». Причем люди идут не за деньги. Сами и часто целыми семьями. Мы должны беречь свою планету, свой дом, там, где живем, там, где работаем, трудимся. Поэтому это очень многозначительно для каждого. С одной стороны, гражданская позиция, с другой стороны, наверное, какое-то чувство ответственности. От общего к частному. Демир Халиулин, ведущий инженер отдела перспективного развития, сейчас один из тех, кто отвечает за будущую разработку шельфовых месторождений. А начинал с оператора по добыче в Ямбурге. Там же и занялся научной деятельностью. Не за деньги, а за совесть трудился над темой сепарации газа. Теперь времени на науку меньше, но тяга до мира не ослабевает. Из недавних успехов – диплом первой степени на молодежной научно-практической конференции. Теперь в поиске нового исследования. Надеюсь, какая-то тема появится именно в рамках моей работы, чтобы она не мешала. И я обязательно себя проявлю и все сделаю, чтобы как-то помочь обществу эффективнее, дешевле освоить шельф. Денис Семенов, энергетик из НГДУ, в прошлом году победил во всероссийском конкурсе «Инженер года». Активный общественник, человек науки, спортсмен, рационализатор, участник проекта «Читаем войну и мир вместе» в свое время окончил школу в поселке Тазовском. Теперь бывает там не только для встречи выпускников. Его миссия – рассказать ученикам о плюсах рабочих профессий. Коллектив, что будь то это НГДУ или любое другое управление, всегда рад новым кадрам. Тем более, если это квалифицированные, молодые, перспективные кадры, то встретят, скажем так, очень тепло. Дамир и Денис из Совета молодых ученых и специалистов. Их общественная деятельность не за баллы в рейтинге активности молодежи, как, впрочем, и у Анастасии Павловой. На ней заместители председателя Совета серьезный объем по текущим и будущим проектам. При этом нагрузка в молодежном движении компании не отвлекает ее от работы в техническом отделе. «Разделяя свою научную деятельность и какую-то техническую в отделе, разбавляя ее общественными делами, мне кажется, наоборот, немножко отдыхаешь, когда переключаешься с трудного технического материала на что-то вроде квест-игры, например». Сделать город лучше. С этой целью в городскую думу Нового Оренгоя пошли представители «Газпромдобыча Ямбург» Дмитрий Михайлов, Александр Сергеенко и Владимир Миронов. Такая деятельность тоже сугубо общественная. Депутаты не получают никаких зарплат. Владимир Миронов состоит в комиссии по бюджету и прорабатывает вопросы образования, ЖКХ и спорта. «Это работа с гражданами, это работа с интересами наших жителей, поэтому для меня это всегда было необычно, интересно и, я бы даже сказал, в какой-то степени полезно. От того, какие месторождения мы в будущем будем разрабатывать, от того, насколько они будут хорошо финансироваться и будет зависеть развитие всего нашего города». Александр Сергеенко, помимо депутатской деятельности и основной работы, глава городской федерации смешанных единоборств. А еще почти 4 года курирует военно-патриотический центр, сейчас он называется «Вымпел». Такая общественная активность для него давно норма. Он живет интересами этих ребят, рад их успехам и ничего не ожидает взамен. «Здорово, что таких людей сейчас все больше, и поэтому очень много интересных мероприятий, интересных проектов проводится в городе. Хорошие достижения у ребят уже на региональном и даже на федеральном уровне». Работников с яркой общественной жизнью в «Газпром-добыче Ямбург», конечно, намного больше. Для них это интересное времяпрепровождение, а для компании – не лишняя причина для позитивного имиджа. Над добрым сюжетом работали Константин Портных, Алексей Переведенцев, Дмитрий Шолохов, Новый Уренгой. И в продолжение темы общественной деятельности наших работников мы пригласили в студию председателя Совета молодых ученых и специалистов общества Александра Норку. Он расскажет о планах Совета, о мероприятиях и направлениях работы в текущем году. Александр, здравствуйте. Добрый день, Константин. В каких основных направлениях будет действовать Совет молодых специалистов и ученых в этом году? В этом году мы продолжим деятельность в наших основных направлениях. Это научно-практическая деятельность, это организация своих конференций и участие молодых работников в других научно-практических конференциях. Также будет продолжаться деятельность в интеллектуальном и культ-массовом направлении и очередной внутренний чемпионат по интеллектуальной игре «Что, где, когда» и несколько туристических и спортивных мероприятий. Развиваем, так, все лучше развиваем английский клуб. Будет несколько новых мероприятий и учтем положительный опыт прошлых лет. Продолжаем свою деятельность в благотворительности. Планируется проведение нескольких акций своих и примем участие в городских и всероссийских благотворительных акциях. Безусловно, не обойдем стороной объявленный в России и в ПАО «Газпром» год экологии. И это целое направление, несколько квестов, также участие в акциях по озеленению общества и подобных. Ну и набирает обороты, начатое в прошлом году уже целое направление. Это адаптация вновь устроенных молодых работников. Будем проводить встречи, семинары, развивать это направление, искать свой формат нужный, необходимый, привлекать новых ребят в эту деятельность. Александр, вот уренгойскую ячейку актива мы часто видим, потому что мы здесь находимся, много их снимаем. А вот ребята, которые на промыслах, на Заполярном, на Ямбургском месторождении, как с ними происходит взаимодействие и насколько они теперь активны? С каждым годом эта активность растет. И уже множество мероприятий, которые проводятся автономно, без участия уренгойских ребят. И все больше становятся мероприятий, которые наоборот проводятся вместе. И когда и Ямбург ездит на Заполярку, и Заполярка приезжает на Ямбург. Сейчас это уже несколько таких мероприятий в год, и это очень здорово. И активность растет, то есть и английские клубы в каждой ячейке работают по-своему. И на Заполярке есть дополнительно арт-курсы. На Заполярке проводится несколько спортивных мероприятий. Это и Форт Поляр, и Заполяр Туристик. На Ямбурге проводится несколько квестов в год. Это интеллектуальные квесты и спортивные квесты. То есть ребята работают, и их активность невозможно не заметить. Александр, не секрет, что Совет это в принципе общественная организация. Как вы находите мотивацию, чтобы члены Совета участвовали в различных... Вы просто списком перечислили, но их очень много мероприятий. Откуда мотивация? Есть несколько методов мотивации. Это и прежде всего рейтинг. Он живет, он развивается. Есть очень большой широкий список мероприятий, за которые ребята получают баллы. И по итогам года могут претендовать на какое-то награждение. По итогам года мы выходим с инициативой к руководству общества о награждении наиболее активных ребят в организационной деятельности. Ребята, которые организуют наиболее важные мероприятия, которые вносят наибольший вклад в организационную деятельность работы Совета. Мы выходим с инициативой к руководству общества о их поощрении. На Ямале 2017 год объявлен годом проектных решений. В рамках Совета вы рассматриваете какие-то направления отдельно в формате проектов? Если да, то через призму чего и как вы это видите? Да, как верно заметил наш губернатор Ямал-Ненецкого автономного округа Дмитрий Николаевич Кобылкин, проектная деятельность позволяет на 20% быстрее достигнуть результата. И еще с конца прошлого года мы начали внедрять это в работу Совета. Некоторые особо важные мероприятия и некоторые определенные вехи направлений мы прям вкладываем в проектную деятельность, определяем сроки, определяем ответственных, определяем цели этих проектов и работаем уже в рамках проекта. И на самом деле это может выступить дополнительной мотивацией для ребят, которые нацелены на результат. Александр, спасибо вам, что пришли. До новых встреч. Спасибо большое, Константин. К теме спорта. 12 февраля в календаре знаменательных дат России обозначен как день зимних видов спорта. В первый раз этот праздник в нашей стране отметили в 2015 году. Тогда он пришелся на 7 февраля. Было решено в будущем перенести эту дату на первые выходные после седьмого. Такой праздник каждый отмечает по-разному. Например, лыжники «Газпромдобыча Ембург» недавно поучаствовали во всероссийских соревнованиях и вернулись оттуда с наградами. Где и как проходил их забег – подробности в следующем сюжете. Это Соколье горы. Так называется классический лыжный марафон, организованный в Самаре в конце января. Среди 200 участников со всей России – лыжница «Газпромдобыча Ембург» Галина Иванова. Соревнования проводились на двух дистанциях – 50 и 30 километров. Старт был дан одновременно всем участникам. И Галине досталось не самое удачное место в толпе профессионалов и любителей – ближе к концу. Пока мы выбирались с этой толпы, это было очень сложно, потому что очень много любителей и профессионалов. Профессионалы успели убежать, а вот среди любителей тяжеловато, потому что я ищу этот классический стиль. Это очень сложно. И мы, конечно, пытались обойти и боялись, конечно, за свои палки. Оказалось, зря боялась. Несмотря на большое количество соперников, Галине удалось вырваться вперед. И в своей возрастной категории на дистанции 30 километров она стала победителем. Лыжница признается, что впервые попробовала свои силы в забеге классическим стилем. И трасса покорилась ей непросто. Гористый рельеф для спортсменки из Тундры – это испытание. Зато с погодой повезло. Сильный мороз оказался под стать ее северной закалке. В 11 часов старт был. И на это время было минус 22 градуса. Такая очень морозная для Самары. Потому что до этого была там теплейшая погода. А так как я с севера, для меня это идеальная погода. Потому что мы тренировались в течение месяца. У нас была погода минус 30, минус 50. Погодка у нас просто радовала для подготовки к таким мероприятиям. И, конечно, мне было очень комфортно. С призовыми местами вернулись и другие лыжники «Газпромдобыча Ямбург» – Анатолий Сахнюк и Андрей Овчаров. Они испытали себя на снежных подъемах и спусках в Сдержинске на открытом первенстве Приволжского федерального округа. Там наши спортсмены завоевали бронзу на дистанции 10 километров классическим стилем. Среди их главных соперников был пятикратный чемпион Кубка мира в этом виде спорта. Там была очень сложная трасса. Само по себе прочувствовать, как мышцы реагируют. Сейчас нам было очень тяжело, но полезно. Полезно понять, как это может предстоять в будущих соревнованиях. А будущее – это Кубок мира по лыжным гонкам среди любителей ветеранов, который скоро состоится в Швейцарии. Анатолий Сахнюк и Галина Иванова в составе сборной России. Поэтому спортсмены не упускают возможности поучаствовать в разных соревнованиях. Юлия Надрага, Алексей Переведенцев, Новый Уренгой. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Эту и предыдущие программы смотрите на нашем канале в YouTube, просто пройдя по ссылке на официальном сайте «Газпром Добыча Ямбург». В студии работали Константин Портных. И Юлия Надрага. До скорых встреч в эфире ЯТВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова